Итак, в начале последние новости, связанные с трагедией в небе над Египтом. К данному моменту опознаны 9 погибших в результате авиакатастрофы. Родственникам сегодня снова придется пройти через тяжелую процедуру. При этом генетическую экспертизу, как сообщил Минздрав, решено проводить в Москве. МЧС России отправила уже второй специмборд с останками жертв крушения из Каира. В Петербурге его встречали этим утром. Дмитрий Витов передает из северной столицы. На данный момент работы здесь, в городском ритуальном центре, еще не начинались. Семьям погибших дают возможность отдохнуть. Накануне они пережили ужасные минуты. Идентификация жертв катастрофы, по нашим сведениям, затянулась до позднего вечера. В морге сейчас 127 тел погибших. Но опознать удалось по уточненным данным пока всего девятерых человек. Среди них заместитель главы города Пскова. И вот буквально полчаса назад из Пулково, где размещены семьи погибших из других регионов, приехал первый автобус, петербуржцы, скорее всего, будут подъезжать самостоятельно. И тогда, через некоторое время, процедура опознания тел возобновится. Здесь всю ночь, на всякий случай, оставались группа психологов, бригады медиков, передвижная медицинская амбулатория. Специалисты делают все возможное, чтобы помочь людям, потерявшим своих любимых, пережить эту страшную трагедию. На месте всем нуждающимся оказывается медицинская помощь, психологическая поддержка. Чаще всего это даже делается нашими коллегами, врачами, психологами, профилактическими, которые, видя состояние родственников погибших, сами подходят к ним и активно вступают в контакт, оказывают необходимую помощь. Около половины пятого утра в Пулково прибыл второй печальный груз из Египта. В МЧС заверяют, что самолеты будут курсировать между Петербургом и Каиром до тех пор, пока не вывезут останки всех пассажиров и членов экипажа. Кроме того, этим бортом в Петербург привезли и найденные личные вещи и паспорта погибших. В случае невозможности опознания будет проводиться генетическая экспертиза. Пробы ДНК, как отметили в оперативном штабе, взяты у 200 родственников погибших. Но работа по опознанию тел может затянуться до трех недель. Власти города берут на себя все расходы, связанные с ритуальными услугами и захоронением. Уточняется родство для того, чтобы выплатить в соответствии с принятым постановлением решения финансовых источников. Это непростая тема. Мы знаем, в семье очень много разных особенностей бывает. Это очень индивидуальная работа. Кроме положенной по федеральному закону выплаты в размере двух миллионов рублей, каждая семья получит еще дополнительную материальную помощь от Петербурга. По миллиону на каждого погибшего. Причем вне зависимости от места проживания и гражданства. Страховщики начнут свои выплаты. До момента определения степени родства близким погибших начнут выдавать по 100 тысяч рублей. Несмотря на погоду, а в городе довольно сыро и холодно, люди идут и идут к импровизированным мемориалам в Пулково и на Дворцовой площади. Горы цветов. Уже с человеческий рост. Очевидно, что это очень горькая потеря для Петербурга, да и для всей страны. Как объясняют специалисты, сейчас самое главное, чтобы семьи погибших чувствовали поддержку, чтобы они не были одиноки, ведь впереди похороны. Власти города готовы предоставить любое кладбище по воле родных погибших. Либо общее захоронение, либо индивидуальное в Петербурге или в других городах. Накануне поступило сообщение, что в Петербурге, возможно, траур будет продлен еще до 5 ноября. Дмитрий Витов, Сергей Шилов, Ксения Угарова и Светлана Баркова. Первый канал. Санкт-Петербург.